Самолет Анталия-Брест Таких туристов с начала года через Брестский аэропорт прошло около 18 тысяч. Стоит сказать, что все самолеты, стартующие из региональной воздушной гавани, были заполнены на 100%. Эпидемическая ситуация, конечно, накладывает определенные условия на работу аэропорта. Однако на качестве обслуживания это не отражается. Людям здесь по-прежнему удобно и комфортно. Проводится полная дезинфекция и салона, и багажного отделения. Соблюдение дистанцированного, разделение потоков однозначно. Соблюдение мер личной гигиены. Все сотрудники обеспечены с терминозащитой, пассажиры тоже есть. Средства, которые проходят, дозаторы установлены везде. Из Бреста мы работали по трем направлениям в этом году, летний период. Это Кургада, Шальмаршех и Анталия. За 8 месяцев мы перевезли 18,5 тысяч пассажиров, обслужили здесь в аэропорту. Да, путешествовать сейчас не так просто, но так необходимо, уверены те, кто отправляются в очередной рейс в Турцию. Кто-то больше года ожидал этого момента, поэтому с особым трепетом держит в руках билеты. До отправления в Анталию остается меньше часа. В Турцию летим. А почему было выбрано именно это направление? Были не раз уже, очень нравится. Но в следующий раз хочется поехать или в Грузию, или в Абхазию. А почему выбрали именно Брестский аэропорт вообще? А удобно, потому что мы из Кобрина, поэтому нам очень удобно Брестский аэропорт. Хотелось бы, чтобы побольше отсюда рейсов было. Как сложится следующий туристический сезон, пока говорить рано. В сентябре еще можно будет улететь из Бреста в Турцию. Полеты в Египет запланированы и на октябрь. Так что тем, кто только собирается в путешествие, лучше поторопиться. И приобрести путевку по выбранному направлению уже сейчас.